о чем сегодня хотел вам рассказать принципе во первых хотел сказать что я вот ботаник так получилось да вот то есть у многих у вас как бы представление к ботанике наверное тоже такое предвзятое да кто такой ботаник это вообще-то человек в очках мочки у меня конечно есть но я думаю это на самом деле не самое главное да то есть кто такой ботаник это человек принципе который занимается в первую очередь растениями да это не в плане растениями которые их этом употребляет и так далее а конечно же а тот который их изучает и до мышка ушла куда-то вот и в принципе изучает их с разных сторон то есть современная ботаника настолько широкая вообще честно говоря если в нее углубляться она аналогично всей биологии то есть куда не сунься везде найдешься все что связано с растениями она все будет так или начать ботаники ну ботаника в кургане есть на самом деле я к чему-то всего веду то есть кургане очень мощная была школа ботаники сейчас не знаю как она будет дальше развиваться но в принципе ребята остались и мы так или иначе чем-то занимаемся и так по некоторым направлениям на самом деле мы даже впереди планеты всей то есть может где не знают но курганские ботаники особенно флористы это как бы такой флагман вообще чуть ли не в россии получается курганская область в плане растений флористического состава изучено лучше всех областей российской федерации считается то есть это вот не так давно признавали и на ботаническом конгрессе но это благодаря работам николан науменко если кто знает профессор науменко николай иванович долгов работал у нас в университете вот ну а мы принципе все кто сейчас осталось это все мы ученики так или иначе николай и мы продолжаем работать вот и продолжаем работать не только в теоретической фундаментальной ботаники да как таковой но и в частности вот занимаемся практическими вещами то есть сегодня то я как раз вам хотел рассказать не о том как бы погрузить вас там в ботанику это лек на студентам на лекции такой а просто рассказать вообще как вот выход вообще вот как повседневной жизни мы вот те знания которые приобретаем и их применяем грубо говоря то есть для чего вообще вот это все нужно но когда вот спрашивают практически у ботанику то есть я вот как-то так вспомнил что сегодня 7 число и сегодня праздник октября вот так что я вас всех тоже кстати с этим поздравляю не знаю у всех разные отношения но вот у меня пришла на ум звезда которая пять лучей да то есть и вот практическая ботаника так или иначе вылилась ну это вот для меня может быть это не совсем полно но в пять лучей то есть конечно ботаник в практической свидетельности это преподаватели в основном да то есть так или иначе передаются знания но практически все то есть ботаника практическая ботаника находит свое отражение в охране природы в озеленении это огромный пласт который мы тоже прорабатываем очень важная экспертная деятельность это работа с различными правоохранительными органами судами где мы делаем ботанические экспертизы и конечно растеневодство современное растеневодство в первую очередь где используются различные современные методы но вот сегодня я к сожалению этой отрасли них это этого луча так скажем поменьше косусь просто времени у нас не хватит вот это различное микроклональное размножение растений это днк маркирования и так далее то есть ну если интересно можно будет как-нибудь потом попозже поговорить ну вот изначально я конечно чтобы вы понимали то есть я допустим немножко расскажу о своей работе то есть это фундаментальная работа это то она что мы начнем и основывались то есть на чем сделал свою диссертацию по сути то есть я вот за свою жизнь то есть вот за семь лет до десятого года я проехал практически половину урала до добирался до самых вот там где вот семичеловечий камень все кто знает я на него смотрел но с горы чистоп то есть рядом находящийся вот там туда добрался и я изучал папоротники изучал папоротники на урале мая диссертация была посвящена только папоротникам вот я 7 лет изучал папоротники 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 у меня больше ничего в жизни не бог но значит много где побывал все поизучал вот и самое главное в что-то вылилось то есть фундаментально снова то есть я много родов рассматривал вот один из таких вот самых ярких комплексов есть такой род дереб 3 встречается на урале его немного видов встречается и самое главное эти многие виды гибридизируют между собой да и в мир поскольку по всему миру встречаются эти виды в общем-то говоря в мировой вот эта отрасль называется 3 дология если что вот в мировой 3 дологи считалось что есть две группы дриоптерисов которые между собой скрещиваются внутри а вот между группами нет скрещен и тут я бабах на урале нахожу одну такой интересный экземпляр потом их позже позже его назвали дриоптерис уралензис который оказался так скажем не секционным вот и это вывезло даже бум такой на мировом уровне там есть такие признанные в англию возили этот гибербарный экземпляр и так далее в общем-то грубо говоря уже всеми анализами его прогнали доказали что да действительно урале вот единственное место где вот такой вот межсекционный гибрид между дреб 3 феликс масса экспанса ну я вот немножко покажу картинок встречается вот то есть вот это как раз вот те гибриды которые у нас встречаются так скажем признанные да и вот один вот уралензис непризнанный то есть это все на урале на среднем урале в основном на южном урале встречается но в горах в достаточно тоже высоко ну ползаем полет ползали искали ну в общем то говоря вот в итоге вот этот вот мы нашли экземпляр описали его вот и вот кстати вот видите автор вида экспанса фрезер дженкинс это был один из основных моих оппонентов он вообще монограф этого многоф то есть тот который является главнейшим специалистом вот этим дребтрисом в мире он мне говорил что нет я не верю после этого мы привезли ему в англию гербарный образец и сказал 1 хорошо верю вот но смешно но вот правда ну мы же тоже не дураки мы же знаем чуть о чем говорим вот мы описали вот этот гибрид в томске и это вот наверное одна из таких моих фундаментальных главных заслуг перед ботаникой все писал своими в ботанику можно грибой заниматься уже практической деятельностью как-то ну деньги зарабатывать значит ну и вот когда мы уже говорим вот я показывал лучи вот здесь уже переходим к нашим практическим повседневным вещам которые у нас происходят уже в курганской области ну зачем нужны ботаники курганской области так скажем вот если так вот подумать да вот конечно важная их роль именно в охране природы но как в охране труда но не пишут красную книгу в первую очередь нас есть региональная красная книга тоже очень хорошая прекрасная красная книга которая вышла уже двенадцатом году второе издание я уж тоже был с автором но я соответственно папоротки там писал так далее но красная книга это не просто так что мы написали ее и поставили на полку это не так каждый год нужно проводить работы исследования мониторинг этих видов и изучать их и так далее и иногда бывают вот такие вот интересные вещи вот допустим здесь вот показан есть страница красной книги аконит дубравный который считался исчезнувшим в курганской области сто лет его никто не находил то есть были данные начала века когда вот две точки тут вот в устюйке типа когда-то он был еще крылов когда проезжал его замечал а потом его не стало никто никогда не находил и тут бабах прошлом году буквально мы изучая устюйская ну вот я нашел вот такие растения ну сразу я понятно что так они дубравные тоже вот ну и теперь надо краску книгу переписывать грубо говоря в крайней мере менять категорию с нулевой на красную то есть вот она пожалуйста практическое применение так скажем работы ботаник то есть и вот это место где к не по сути нужно тоже описывать как особо охраняем природной территории потому что ну такой редчайший вид вот здесь растет его надо конечно сохранять ну тут конечно тоже вопрос возникает почему он исчезал почему появился тут мы уже можем рассуждать но я думаю здесь не так интересно я думаю что с изменением климата это очень связано еще все так или иначе мы это тоже все эти моменты улавливаем на растениях изменения климата и когда нам говорят если глобальное потепление то мы точно скажем есть потому что линия степей смещается на север мы значительно мы это как ботаники наблюдаем значит что мы еще в принципе делаем да то есть вот наша работа буржа вот где-то 2-3 года мы работали в кругом в кургане мы работаем постоянно да мы ходим в окрестно всем кургана смотрим растения вы даже вот не знаете да наверно многим за что в черте кургана растут орхидеи то ведь видел эти орхидеи в черте кургана никогда не видели ну в области то есть в кургане прям не видели а я вам скажу что есть вот допустим дремлик болотный венерин башмачок настоящий лосняк лозули вот на голубых озерах встречаются ну ботаническом саду тоже причем дико встречает конциолис да вот университета ботаническом саду также орхидеи встречаются в тополях вот то есть и так далее но когда вот это все мы уже набрали значительное количество материала мы вышли на город с предложением ну как так во всех городах россии крупных хотя бы по крайней мере есть свои собственные особо охраняем природные территории то есть местного значения там где грубо говоря мы могли бы выйти и показать природу ну вот вам бы вот сейчас бы я не стоял здесь да мы с вами пошли бы в лес и я бы вам все эти растения показывал это было бы гораздо интереснее чем так на картинке смотреть правильно да было пледа вот конечно я это всегда делаю все равно находятся энтузиасты кто просит и я конечно провожу такие экскурсии но тем не менее такие места в кургане есть их надо охранять тоже вот когда мы об этом уже начали говорить то как бы тоже считаю достижением нашим практическим достижением два места в кургане были выделены и уже обозначены как особо охраняем природной территории местного значения то есть это вот в первую очередь тополиная роща где растет такой вот интересный цветок мало кто его узнает это ирис ирис а ведь называет сандийский так вот самое интересное что вот этот ирис сандийский похоже это единственный охот вместо нахождение этого вида в черте в россии понимаете то есть такое ощущение что в россии было то было место где он произрастал в поволжье да но там он полностью исчез вот при этом в красную книгу российской федерации он не входит вот но он в списке сит с запрещенных и вот так получилось что в современной россии скорее всего это вообще единственное место к некоторые ботаники ставят под сомнение еще и сам вид но не суть так вот здесь вот в тополенных рощи можно увидеть целую серию редких видов в частности вот тот же самый вид с английский который там там еще кстати очень много других видов ирисов и когда весной особенно туда тополину рощу приезжаешь проходишь что можно увидеть ну очень много интересного вот обычно а почему мы это знаем потому что мы со студентами практики там проводим обычно проводили раньше сейчас уже не работаю университете ну принципе проводили значит второе место которое также было отнесено к особо охраняемым территориям принципе недалеко тоже здесь находится это или березовый крупнопапоротниковый лес у поселка увал чем интересно то есть там склон кто был на увале там база динамо не так далеко до там крупные такие вот орлики громадные листья орликов и в этих орликах встречаются также редкости но в частности вот первоцвет тоже вид из красной книги кургатской области да вот он здесь у нас обычен но принципе он если по своей области смотреть то его очень очень мало то есть это же зона сейчас здесь самое интересное этой территории сделали сейчас экологическую тропу то есть курган лес сделали организовали колледж тропу и любой желающий может ну летом кстати пройтись посмотреть там аншлаги красивые тоже тоже мы же николай кафедра в ботанике писала принципе это тоже интересно ну вот уже моя работа то есть интересная значит у нас произошло вот где нужны ботаники они ботаники нужны редко но особо бывает очень метко так вот знаете да что у нас через нашу курганскую область проходит нефтепровод кто знает его здесь видно даже везде так вот этот нефтепровод его периодически начинить ну не может труба вечно существовать да нужно какая-то ветка устаревает делают новую ветку участками и так далее значит так вот нефтяникам надо было сделать новую ветку я считаю идут по этому нефтепроводу у них своя экологическая служба есть и она такая достаточно ребята грамотные и видят что еще так не то растет рядом с трубой прямо а там нарост ковыль они открывают красную книгу российской федерации ковыль перистый в красной книге российской федерации вот он на трубе растет вид красной книги российской федерации что делать вопросами у них все у них паника потому что делать надо трубу делать заповедной территории но мы говорим спокойно ребята бывает такое давайте исследовать да сейчас посмотрим что за ковыль в красной книге ковыль перистый а у нас курганской области встречается пять видов ковылей мы говорим надо посмотреть еще что за ковыль начали смотреть блин перистый есть но перистого не так много оказалось а вместе с ним растет ковыль волосатик ну конечно не ботаники вообще трудно отличить но мы как отличаем значит ноги ребята все мы вам даем денег вы только нам исследуйте где-то перистый его уберите отсюда нам здесь не нужен до трубу делать мы говорим ну хорошо давайте значит вот мы делаем исследование и в итоге мы вот значит там проходим конкурсные процедуры и мы вот этот ковыль перистый там 2012 экземпляров мы насчитали нам нужно было его перенести на 200 метров вот мы весь сентябрь и занимайтесь вот этой вот штукой пересаживали ковыль грамотно все пришлось запрос делать министерство природных ресурсов нам выдали разрешение на бланки с гербом все красиво все нормально вот мы выполнили такую работу молодцы вот ботаники когда не были нужны конечно все смеются ездят смотрят а мы тут вот ковыль копаем ну вот выполнили хорошо следующая такая практическая очень наша часть работы которая тоже очень интересно это дендрохронологические работы то есть мы начинаем достаточно уже несколько лет подряд работаем по дендрохронологии то есть тоже курганского здесь вот как бы если плане флористики мы впереди то по дендрохронологии очень далеко то есть мы одна из немногих областей где нет своей собственной досконально дендрохронологической шкалы что это такое ну это очень просто то есть это деревья у нас сезонный климат все понимают да нарастает все кольцами кольца просто знаете да вот если климат хороший условия хорошие в этот год то кольцо будет широкая если хуже то узкая правильно правильно вот на основе вот этих грубо говоря двух параметров можно сделать шкалу далеко прошло ну потому что можно методом перекрытия вот здесь на рисунке показан и уйти далеко-далеко в прошлое ты десятки тысяч лет можно в общем то говоря деревья долго живут принципе да до десятков тысяч лет на среднем урале есть шкала по сосне да но она к нашим условиям не подходит но у нас запросы архи от археологов был в принципе и мы вот начали работы по этой шкале и когда мы еще этим работаем мы автоматически смотрим еще экологическую привязку то есть мы можем видеть какие виды деревьев когда у нас хорошо растут вот и мы провели по липе по дубу работы вот такие вот рисуются вот кривые когда ну корреляция так называемая ищется вот и делаются вот такие керны выбираются их много обычно и вот что мы доказали допустим по дубу да не очень интересно такие данные у нас получились когда дуб хорошо растет есть два фактора которые влияют на хороший рост дуба первое это если у нас в апреле очень холодно дуб растет в этот год прекрасно почему да все очень просто он начинает зацветать в апреле у него цветки все замерзают а энергии куда то надевать его начинает расти вот а второй фактор который мы сначала не могли понять значит смотрите начали корреляться уровень табола искать вот смотрите у нас табол когда высокая уровень табола да ну наводнение вот в этот год дуб растет точно так же как и а вот на следующий год он намного лучше растет понимаете и очень четко операция то есть на следующий год после наводнения дуб очень хорошо растет почему вот у нас 2 2 теории либо потому что когда наводнение проходит влага все равно сохраняется долго вот и как бы зато затопленным уходит в зиму дуб то есть как вот мы заливаем яблони да что типа такой эффект второй эффект что приходят органические все таки удобрения с водой минеральные и все таки этот как бы эффект проявляется на следующий год то здесь вот такие вот вещи ну то есть вот мы на основе этого вообще дали рекомендацию если делают но есть такие работы в степи когда делают лесозащитные полосы из дуба бывает что мы предложили вообще их заливать на осень то есть возможно это хороший эффект дает вот такая вот в общем работа по дендрологии дендро хронологии ну конечно мы очень много занимаемся озеленением сегодня у ботанический сад мы занимаемся как ландшафтный дизайн так и городским представлениям не в кургане не в кургане сразу скажу в основном это у нас тюмень это вот районы наши иногда то есть вот сейчас вот объекты петухова в екатеринбурге работаем вот разрабатывали один из скверов в тобольске у нас был такой опыт то есть вот наш свои с ботанические знания когда мы знаем какие виды растений в той или иной зоне лучше хорошо посадить которые будут и красиво и статистически смотреться привлекаем дизайнеров и уже свои ботанические заняты работаю привыка но здесь вот в области ландшафтного дизайна разные картинки ну вот тоже наша работа которая еще к сожалению не реализован но это как бы бесплатная работа это мы уже идем навстречу иногда некоторым организациям это вот мы эскиз озеленение но благоустройство центра реабилитации реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в городе кургане то есть вот мы тоже разрабатывали то есть вот такую картинку даем ребята говорим вот реализуйте в принципе должно быть красиво продумано очень некоторые мы лагеря озеленяем детские то есть там у нас был опыт в общем вот в этом плане тоже ну потому что в итоге как получается от населения идет запрос то есть нас просят нас уже заказывают нам ботаником какие-то работы выполнить вот мы это уже и выполняем конечно не отказываемся а вот